Ну, как уже сказал Владимир Жириновский в программе у Соловьева, первого, конечно, надо спасать Порошенко. Здесь, конечно, это с точки зрения наших взаимоотношений очень важно, потому что все-таки мы видим, что на Украине, хоть и продолжается хаос, и политический, и экономический, да и, собственно, хаос здравого смысла, там полный бардак, но мы видим, что сейчас меняется кабинет министров, пришел новый премьер, пришло новое правительство. Хоть оно и визуально высказывает все те же самые лозунги, которые высказывало правительство предыдущее, то, конечно, мы уверены, что в ближайшее время, полгода, год, ситуация на Украине будет экономически очень сложная, и они будут вынуждены восстанавливать отношения с Россией. Поэтому, конечно, сейчас Порошенко является для нас фигурой, хоть и не очень комфортной, но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Поэтому я думаю, что в ближайшее время именно с помощью Порошенко и его команды отношения между Украиной и Россией будут улучшаться. Вопрос с Донбассом будет в любом случае решен, решен в рамках минских договоренностей. И здесь, конечно, ситуация будет потихонечку нормализовываться. Поэтому, конечно, для нас Порошенко более выгодный партнер, чем Эрдоган. С Эрдоганом, я думаю, позиция нашего конфликта будет в этой фазе еще очень много лет. Продолжение следует...